Несмотря на небольшое разнообразие транспортных средств, улицы советских городов часто посещали довольно экзотические и интересные машины, например грузовые троллейбусы. Самой распространенной моделью считался гибрид КТГ – киевский троллейбус грузовой, выпускавшийся киевским электротранспортным заводом имени Дзержинского с 1972 по 1993 год. История грузовых троллейбусов началась до выхода модели КТГ. Первые грузовые троллейбусы появились еще в 30-х годах. Эти машины создавали кустарным способом и использовали для собственных нужд троллейбусных депо. Во время войны линейку грузовых троллейбусов расширили новыми модернизированными машинами с дополнительными аккумуляторами, которые могли при отсутствии электролинии складывать штанги и преодолевать небольшие расстояния в автономном режиме. Позднее появились модели, которые дополнительно оснащали двигателями внутреннего сгорания, заменявшими при отсутствии сети электромоторы. Троллейкары такого типа можно смело отнести к типу дуобусов – гибридных транспортных средств в случае необходимости, переходящих с электропривода на топливную езду. Именно Киевский электротранспортный завод стал лидером в СССР по производству подобных машин. До начала 70-х годов Киевский транспортный завод выпускал пассажирские троллейбусы марки «Киев». В 1972 году по указу правительства предприятия перепрофилировали на производство исключительно грузовых троллейкаров. Первенцем линейки КТГ стала крытая модель типа фургон – КТГ-1. Синхронно с этой машиной киевляне производили бортовой троллейкар КТГ-2. Кроме этих двух экземпляров предприятие производило следующие модификации. КТГ-4 – передвижная столовая. КТГ-5 – транспорт технической помощи. КТГ-6 – поливомоечная машина. КТГ-7 – седельный тягач. Серийное производство отменили. КТГ-8 – рефрижератор. Фактически самыми распространенными были модели КТГ-1 и КТГ-2. Последняя модель вышла наибольшим тиражом – количеством 700 штук. Машины распространяли по всем крупным городам Советского Союза. Надо отметить, что троллейкары изначально планировались для перевозки овощей из пригородных поселковых районов. На деле машины полностью отошли в эксплуатацию троллейбусным депо, наряду с остальными машинами линейки в качестве служебного транспорта. Троллейбусы КТГ производили до 1993 года. После закрытия производства машины все реже встречались на дорогах. Многие отреставрированные модели превратились в музейные экспонаты. Производство этих машин прекратилось, потому что на замену пришла более современная техника, а киевский завод имени Дзержинского, как и многие другие советские предприятия, перестал существовать из-за банального отсутствия финансовых вливаний. Впрочем, утверждать, что киевские грузовые троллейбусы полностью исчезли с дорог не совсем корректно, поскольку по сей день эти машины используются в 33 городах бывшего Советского Союза. Несмотря на снятие с производства, даже сейчас в потоке машин можно встретить КТГ, медленно едущие по своим служебным делам. КТГ 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 КТГ